Всем привет! С вами Сергей. Рад приветствовать вас на канале Бастион. Сергей, что очень часто просят клиенты, что на твой взгляд абсолютно не нужно? Зачастую. Приходит человек покупать себе дверь. Дверь его, которую он выбирает, ну прям не супер-супер взломостойкая, то есть защиты от болгарок, перепиливания там нет. Но он говорит, а поставьте мне еще вертикальные ригели. Это распорки вверх-вниз. Ну потому что во многих дверях, когда человек приходит, ему рассказывают, а вот посмотрите, у нас закрывается во все стороны. Для чего нужно закрывание во все стороны? Ну, если у вас тонкий металл, какая-нибудь там полторашка или меньше, то такую дверь в принципе легко отжать. Просто там монтировкой поддели верхний угол, отогнули там, и в области замков то же самое. И вот эти вот вертикальные штуки, они будут немножечко удерживать углы нашей двери. Если мы говорим там, например, в контексте наших дверей, ну хотя бы там наш Бастион Классик, Бастион Усиленный, где металл 3 мм, ну отжать эти двери за счет того, что ребра жесткости сделаны из уголков, то есть полкой внутрь, то есть там капитальная жесткость, ну отжать не получится в принципе. Ну руками я имею в виду там с монтировкой. И вот эти вот распорки на отжим, они вообще не нужны. То есть это бесполезная трата денег. Но если мы говорим о надежной защите, когда нашу дверь будут срезать болгаркой, ну соответственно должен быть притвор усиленный, там толстая сталь, то есть в районе притвора, там в районе миллиметров 6 хотя бы, какие-то дополнительные защиты, то там каждая точка запирания это дополнительное время от того, чтобы нашу дверь там как можно дольше взламывали, то есть там при помощи болгарки. Тогда это да. То есть вот эти вот вещи, они нужно понимать, для чего они нужны, где они нужны, и что мы от них хотим. И таких вещей, я думаю, в двери найдется, ну немало, когда там человек выбирает себе что-то, а это ему там, ну, не нужно. То есть мне вот, ну первое, что вспоминается, это такое, потому что где-то этим впечатляют, или очень часто я даже в видео это рассказываю, история про то, как мне нужна супер тихая дверь. Из чего стены? Пеноблок. Шумоизоляцию стен будете делать? Не буду. Зачем самая тихая дверь? Дверь 60 дБ, стена 40 дБ. То есть эти 2 квадратных метра тише, чем вся остальная стена. Зачем? Лишняя трата денег. Ну, тоже я рассказывал уже в каких-то видео, когда человек пришел покупать дверь в дом, в загородной, начал там себе собирать что-то взломостойкое, выясняется, что у него рядом вот такие вот окна, которые просто ничем не защищены. И смысла такой двери просто нет. То есть, ну, все вещи должны быть соразмерны для чего-то и как бы в комплексе со всем остальным. То есть такие вещи работают только так. Поэтому, ну, не знаю, у нас ребята, ну, я про менеджеров, они зачастую отговаривают наших клиентов от каких-то вот таких ненужных вещей. То есть, ну, зачем? Не, с точки зрения финансовой выгоды, конечно же, нам, да, давайте там напихаем. Но с точки зрения выстраивания отношений с клиентами, это история не про доверие, там, дружбу и так далее. А у нас все-таки политика немножко другая. Не лишь бы продать. Пытаемся, да, разбираться, прямо углубляться, для чего дверь, куда, какие стены, какой дом и так далее. То есть займать все. Иногда люди даже не понимают, типа, зачем вы у меня все это спрашиваете. Оказывается, это нужно. Для того, чтобы сэкономить ему денег. А он недоволен. Бывает и так. Входная дверь, ну, защита защитой. Помимо, просто красиво. А в двери есть такие вещи, которые по умолчанию, само собой разумеющиеся. Это хорошее прилегание, чтобы не дуло. Это, чтобы она была тихая. Ну, и комфортно пользоваться. То есть, понятно, что если она вся кривая и там работает не очень хорошо, то красота ее мало, так скажем, чем будет скрашивать, да. Поэтому, то есть, должна быть жесткая конструкция, правильная геометрия, хорошая шумоизоляция, ну, и красивая. И по замкам должно быть то, что работает комфортно, удобно и без проблем. Это, само собой, разумеющееся. А дверь можно сделать красиво. Вот, кстати, меня удивляет немножко, даже не совсем удивляет, а такая вот история, что, так скажем, есть много дверей, которые делаются примерно одинаковым способом. Гибочным способом. Из стали полтора миллиметра. Конструкция примерно одинаковая. Одинаковые ребра, там, замки ставятся. Но с точки зрения дизайна, панелей красивых, наличников, то есть, там, вот этого всего, разные производители делают разные декоративные панели и по-разному, так скажем, их оформляют. И вот одна и та же дверь по металлоконструкции, по замкам, у одного производителя может стоить, там, 80 тысяч рублей, а у производителя, который премиального сегмента, она может стоить 400 тысяч рублей. А при этом это фактически одинаковые двери. Ну, просто она чуть-чуть посимпатичнее. Это вот, кстати, про тех людей. А сделайте мне просто красивую дверь. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какие вопросы возникают у вас при выборе двери и что самое главное для вас. А с вами был Сергей, канал Бастион. Всем пока!